Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот одна девушка сказала, что у меня на видео только помидоры, 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 ряды помидор. У нее даже голова кружится от этих помидор. И посоветовала мне хоть иногда появляться в кадре. Вот сегодня я выполняю ее просьбу и быстренько отвечу на ваши вопросы, сидя за компьютером. У нас целый месяц, почти месяц стоит жара. И вот этот месяц полевых работ превратил... О, внучок проснулся. Изменил меня до неузнаваемости, превратил в натурального сибирского негра. Глаза и зубы, остальное все черное. Не буду отвлекаться, сейчас я прочитаю. Ой-ой-ой, не надо... Катя, возьми, пожалуйста, его. Пожалуйста. Малечек, иди в комнатку, посиди маленько. Сейчас, подождите минутку, технические неполадки. Маленька, сейчас я приду. Я сейчас быстро пробегусь по вопросам. Потому что вы понимаете, что отвечать на вопросы, писать, печатать, мне совершенно некогда. Жара, все сохнет, все пересыхает. Сейчас так, одену очки. Мне уже сказала одна девушка, когда я на пачках читала, что я плохо читаю. Я отвечаю, да, старость, не радость. Всю жизнь с книгами много читала, испортила зрение. Если где-то неправильно читаю, извините, это уже возрастное. Так. Я начну с самых последних и пойду назад. Арсу Грязнова пишет. Здравствуйте, вы не окучиваете томатики? Ну, тот, кто смотрит все видео один за другим, могут в прошлогодних видео посмотреть. Я окучиваю, но намного позже. Сейчас еще июнь, и окучивать рано. Пишет Таня Север. Ольга, есть опасность не для растений. Это вот про обработку бором. Самая актуальная вчера была тема. И я о ней сейчас еще раз подробно расскажу. Вот она пишет. Есть опасность не для растений, а для тех, кто их ест. Для людей передозировка борной кислотой поражает. Вот там мозг, слизистая оболочка кожи, все это. Даже поступление однократно нетоксичной дозы в организм матери. Ну, короче, все плохо. И даже дала ссылку, наука и жизнь, коварная борная кислота. Я про это могу сказать, что вот это лично мое такое мнение. Также можно сказать, коварная овсяная крупа, коварный хлеб. Нам нельзя тогда покупать хлеб в магазине. Я вот каждый день варю себе овсянку по утрам. Хотя я прекрасно знаю, что ее обрабатывают поля гербицидами. Также обрабатывают пшеницу, обрабатывают все. И, по-моему, там даже не разовая обработка. Но мы все это знаем. Нам сейчас от этого никуда не уйти. И я вчера писала в комментариях, все люди взрослые. И все сами решают, применять это или не применять. Мне просто очень интересно, когда один мужчина, вот у нас тут, видела я, разговаривая о вреде, который приносят вот эти всякие обработки, сам стоял и интенсивно покуривал. Но еще неизвестно, от чего больше вреда. Вот от их сигарет, от их алкоголя, или от какого-то дыма, или вот от этой разовой обработки борной кислотой. Конечно, каждый решает сам. Я делаю эту обработку один раз. И вынуждена, вот в этом году, когда начали опадать цветы, из-за того, что сначала был холод, теперь жара. Я лучше обработаю один раз этой борной кислотой, чем не получу вообще урожая. Конечно, это вынужденная мера. Если бы не было таких погодных катаклизмов, вот этих перепадов, то она и не нужна была бы, эта обработка борной кислотой. Вот тут пишет Света Дробница. Здравствуйте, через какое время от обработки до обработки? Я не поняла, именно про борную кислоту вы спрашиваете, или обработки вообще. У каждой обработки есть свое время ожидания. Так. Эта дозировка опасна для цветов, они засохнут. Проверена личным опытом. Юлия Голубкина пишет. Юля, у вас всегда такие негативные, именно вот в такую, как сказать, в плохую сторону комментарий. Все засохнет, все умрет, все заболеет. У меня ничего не засыхает, все нормально. Они сейчас завяжутся и будут томаты осенью, посмотрят. Так. Тут пишет, я тоже все делала, как вы делали, а можно обрабатывать бором перец и баклажаны. Эта обработка универсальная, обрабатывают все растения. Пишет Таир Аликеев. У меня жидкая борная кислота на спиртовой основе. Можно применять или нет? Про спиртовую я даже ни разу не слышала, никто не применяет. Поэтому я ничего не могу сказать. Я никогда не применяла. Все обычно. И обычно садовая борная кислота всегда сухая в пакетиках. Так. Вот Ольга Михачева пишет. Говорят не о том, что для томатов опасная дозировка, а о том, что томат накапливает бор в плодах, и дозировка становится опасной для человека. Если учесть, что бором обрабатывают несколько раз за сезон, концентрация увеличивается, томатам не вредит. Поэтому рекомендуется применение 2 грамм на 10 литров. Вот запомните эту дозировку 2 грамм на 10 литров. Так. Она пишет. Это просто перестраховка. Тем не менее, хоть в меньшей дозе, но я тоже применяю борную кислоту. А Маргарита Соколова пишет, ну тут же отвечает, что Ольга переживает за томаты, а не понимает, что разговор идет о вреде здоровья человека, который будет употреблять эти томаты. Тогда зачем их выращивать на своем участке, и можно купить китайские помидоры, напичканные химией в магазине. Мне вот интересно, я сейчас отвечу подробно на этот комментарий, особенно для новеньких, для новичков, чтобы у них не создавалось такое же поверхностное мнение. Вот, например, Маргарита Соколова пишет, что они вот при такой дозировке, 10 грамм на 10 литров, будут напичканы вот этим. И предыдущая Ольга Михачева пишет, что у нее уменьшенная дозировка, 2 грамма на 10 литров. Но вы вдумайтесь глубже. Если вот, когда я снимаю видеоролики, я уже так думаю, что все знают, что у меня растений много. Но многие, может быть, не знают, а многие, может быть, просто не задумываются. Я эти свои 10 граммов, когда обрабатывала, я распылила их на полторы тысячи кустов, обработала весь участок. А она, например, вот девушка, которая 2 грамма на 10 литров, возможно, опрыскала вот своим раствором 100 кустов, но от силы 200. Но вы посчитайте, сколько моим достанется томатам из 10 граммов на полторы тысячи, и сколько достается тем томатам. Но вот та девушка, у которой меньшая дозировка, она полностью уверена, что у нее более безопасная обработка. Томаты получили безопасную дозу бора. Просто мы не задумываемся. Вот так поверхностно. О, если я назвала 10 граммов на ведро воды, это значит такая доза большая, и цветы засохнут, и все накопится, и мы съедим эти помидоры, сразу обязательно заболеем. Ну, просто если подходить ко всему разумно, я сразу эти 10 граммов по всему участку распределила. И там, ну, растения получили вот самую-самую минимальную дозу. А те, кто 2 грамма на 10 литров, но у кого маленькое количество, они дали бора даже больше своим томатам, чем я. И они почему-то думают, что моим томатам и людям нам будет вредно, а они как себя перестраховали, обезопасили. Это во все надо вдумываться. Я вот для начинающих хочу объяснить, что не важно, какая дозировка, ведь нам самое главное, сколько каждый томат получит, так же, как подкормка, например, одну столовую ложку на ведро развели, минеральных удобрений, мы можем полить этим ведром 30 кустов, а можем полить 4 куста. Все, вот этот вопрос, он просто люди отвечают, не задумываясь. Они услышали 10 грамм на 10 литров, а они делают 2 грамма на 10 литров, значит, у них все хорошо, они перестраховались. А у меня вот такая опасность, и для цветов, и для плодов. Но нужно вдумываться глубже туда. Так, вот Ольга Михачева еще раз Соколова отвечает, давно смотрю Ольги видео, сомневаюсь, что ей только до томатов дело. Поверьте, кому нужна только реклама, они выкладывают дело жизни по полочкам, а рекламируют товары хватит. Конечно, я ничего не рекламирую, я ни разу не сказала, покупайте борную кислоту, или покупайте это. Я наоборот всегда говорю, если есть возможность, то лучше народными средствами, если уж нет возможности, то можно прибегать и к этому. И много вопросов было, кроме борной кислоты, можно, конечно, и зависть, вот в садовом магазине, и букет применять, все средства, которые направлены на повышение зависти. Она всегда призывает пробовать, экспериментировать на маленьком участке, с подкормками, конечно, только в лаборатории проводить можно испытания. Я всегда говорю, да, я опыта не провожу, и никакие результаты на молекулярном уровне не провожу, и никто не может знать, как, сколько, нужно чего, кто как действует. Так, сейчас, так, ну, это благодарность. Те, кто пишут, ну, такие, как ролики, спасибо вам. Я всех тоже благодарю, спасибо вам, что вы смотрите, поддерживаете меня. Иногда даже некоторые советы, которые дают люди рецепты, я применяю на своем огороде. Я, несмотря на то, что более 30 лет сижу, вот на своем участке каждый год, но я тоже не против поучиться у кого-то, перенять опыт, это очень хорошо. Я никогда не могу сказать, что я знаю все. Вот кто-то дал рецепт, я его обязательно попробую на своем участке. И вот пишет, что сейчас я прочитаю вот этот очень важный комментарий, вот для меня, что Ольга, сколько людей, столько мнений, не реагируйте на всех так болезненно. Ну, вот я реагирую так болезненно. Вы показали, что делаете, поделились опытом, а люди пусть сами думают, что и как им лучше применить. Вот это самое правильное отношение к видеороликам. Посмотрели и сами думаете, применять вам или нет. Лично я прислушиваюсь ко всем вашим советам три года назад приехали из Москвы. Там 800 корней мама сажала. Это Ирина Кяпкина пишет. Я, конечно, в силу своего здоровья сажаю всего понемногу, но любимая культура это помидоры. Когда делаю обрезку, разговариваю с ними. Вот таких людей я люблю, которые на одной волне с растениями. Я вот ей пишу, да, Ира, все так, и говорим с ними, и восхищаемся их чудесному превращению из маленьких замухрышек в красавиц. Вот люблю такой подход и считаю, что только такой подход к огороду, к растениям, это 100% успеха. Не надо никогда говорить, что все засохнет, все замерзнет, все заболеет. Ирина Фирсова пишет, спасибо, как все у вас хорошо растет, вас любит земля. Но и я ее люблю, и все растения у меня любимые, и даже самые замухрышечки. Вот еще Юлия пишет, пришлите, пожалуйста, ссылку на ваш каталог правила заказа, очень заинтересовалась вашими сортами. Я сразу сейчас говорю всем, не пишите даже о семенах, сейчас такая горячая пора, я даже об этом не думаю. Это будет все позже, когда я все высажу, когда будут реальные плоды. Как говорится, цыплят по осени считают. Я сейчас даже не знаю, как будет выглядеть, мой каталог. Я очень много ввела новых сортов, я не знаю, будут удачны они или нет. Если они будут удачны, то, возможно, эти семена будут у меня в каталоге. На ошибках прошлого года я вот вывела, ну, как сказать, хочу не повторять ошибок прошлого года. В прошлом году, в начале лета, я сразу выставила каталог тех томатов, которые высадила, с полной уверенностью, что все семена у меня будут. Но в июле, когда крупноплодные, все сорта только начали созревать и наливаться, у нас был ужасный град и выбило, перемесило половину сортов. А люди уже на них рассчитывали, они их уже заказали, я предварительно приняла заказы. И получилось, что такая неприятная ситуация, что люди некоторые заказали и даже оплатили, а семян этих нет. И вот эти переписки отняли очень много времени, эти замены. в этом году я буду умнее. Только когда все томаты поспеют, и я когда буду 100% уверена, что эти семена у меня есть, тогда я уже выставлю каталог, это будет 1 августа. Я сниму специально видеоролик, дам адрес электронной почты, дам адрес своей страницы в Одноклассниках, где можно будет посмотреть и описание томатов. Ну а видео обзоры я буду делать все лето. Вот сейчас я уже начала видео обзоры некоторых сортов, но они еще только зависть, спелые, я все вам покажу. И только после того, как вы посмотрите все томаты, выберите, тогда будем говорить о заказах семян. Сейчас еще очень рано, во-первых, мне некогда, я еще ничего не печатала, ни описания томатов, не делала фото новых сортов. И это будет только тогда, когда томаты будут готовы. Пожалуйста, не пишите сейчас, я никому про семена ничего не буду, ни ссылки давать, ну понимаете, некогда. У нас жара, у меня сейчас стоит проблема или спасать то, что я высадила, или сидеть рассылать ссылки о семенах. Для этого, это для меня второстепенно. И сразу предупреждаю, что у меня не производственное объединение, семян очень много у меня нет, поэтому, но это все будет осенью, и я узнаю только, сколько сортов тоже или в июле, или в августе, когда уже все будет готово. Я сейчас еще на один-два вопросы отвечу, но тут все больше одно и то же. Однотипные вот такие вопросы. О семенах я сразу говорю, будет позже, сейчас не пишите. Дальше вот, очень-очень много одинаковых, почему у меня там завяли листья, вот там скрутили листья, вот там, я сразу говорю, что заочно вам обычно никто не ставит диагноз, и я не буду это делать, потому что у каждого своя почва, свои климатические условия. Я показываю и рассказываю только что, то, что происходит у меня на участке. Если у вас ситуация похожая, вы примените на своем, ну как на своем огороде. Если такой ситуации у меня не будет, то значит мне и рассказать будет вам нечего. Вот где-то, сейчас, где-то был такой вопрос, на который я действительно не знаю, что сказать, там про какое-то удобрение, что можно вот это удобрение применять или нет. Если я его ни разу не применяла, я никогда не скажу, что его можно применять или его нельзя. Все мои советы, все рекомендации только основаны на личном опыте. Если такого опыта нет, значит тут я все, я даже если где-то прочитала, но я не уверена в этом, я не могу же вам советовать. Все. И вот про всякие вопросы, если, например, вот сейчас про хосту, как я показала про хосту, как именно вот с пяточкой размножать, это нужно показывать, для того, чтобы объяснить, объяснить, напечатать, это невозможно. Это очень долго писать, вы понимаете, что сейчас не сезон для этого, и я, конечно, это делать ничего не буду. Я просто рассказала, что хосту тоже очень легко размножить, она дорогая, ее не обязательно покупать, вы можете себе сделать достаточное количество. Вот про листья. Кто как обрезает листья, что это еще не, это не значит, что истина, вот вы говорите. Я опять же говорю, что сколько людей, столько мнений. Вот я делаю так, потому что мне это нужно, потому что если я не буду обрезать нижние листья, у меня будет фитофтора, особенно в теплице. У нас короткое лето, в открытом грунте тоже, если я нижние листья не буду обрезать, то у меня будет в августе фитофтора в период дождей. Ну, вот некоторые южане пишут, что это необязательная процедура, мы вообще не обрезаем, у нас и так все растет. Не надо сравнивать, как сказать, два региона совсем разных. Да, вот у нас такие способы выращивания, я сибирский регион, Сибирь это вообще очень сложное условие, вот сейчас 30-32, летом жара, но через месяц у нас могут быть ну как холод и дожди. И нижние листья мы почти все убираем, но опять же, это не для всех, я не говорю, что это истина, может быть кому-то и не надо убирать лишние листья. Я желаю вам, всем особенно начинающим, научиться вот с этого обилия всяких видеороликов, рекомендаций, выбирать только то, что пригодится вам, и использовать на своем огороде с пользой, ну как для получения хорошего урожая. А узнать, хорошо вам это или плохо, конечно, только в виде эксперимента нужно хоть раз все попробовать, хотя бы один раз. И плохой как результат, это тоже опыт. Вы думаете, у меня не замерзало, не засыхало, не погибало, болезни не скручивали мои растения, все это было. Но на протяжении этих 30 лет я научилась все это избегать, как-то обходить стороной, профилактика, и хочу этому научить вас. Все, до свидания, не буду занимать ваше время. С вами была Ольга Чернова. Желаю вам пышущих, таких цветущих ваших участков, вот таких томатов и сладких. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok